Витамин D. Что представляет собой витамин D? Какие симптомы бывают при недостатке витамина D? Какие продукты содержат витамин D? Смотрите видео до конца и узнаете про симптомы дефицита витамина D. Перед тем, как рассказать про витамин D, хотим поприветствовать всех наших постоянных зрителей и пригласить подписаться на канал тех, кто редко к нам приходит. Не секрет, что для нормальной жизнедеятельности организму человека нужны не только белки, жиры и углеводы, но и витамины и минералы. Одним из особенно важных витаминов, влияющих на состояние и работоспособность многих органов и систем, является витамин D. Что представляет собой витамин D? Под витамином D понимают группу биологически активных веществ, часть которых поступает в организм с пищей, другие могут синтезироваться в коже под воздействием солнечных лучей. Присутствие в достаточном количестве витамина D позволяет всасываться в необходимом количестве в тонкой кишке фосфору и кальцию. Также витамин D воздействует на все клетки организма, потому что в клетках разных систем есть рецепторы, способные активизироваться при помощи этого вещества. Именно поэтому воздействие витамина D на организм не ограничивается только повышением плотности костей, но и оказывает воздействие на иммунитет, работу нервной и сердечно-сосудистой систем, функцию эндокринных желез и состояние кожи и психики. Какие симптомы бывают при недостатке витамина D? При недостаточном употреблении продуктов, содержащих это активное вещество, в длительном отсутствии ультрафиолетового воздействия в организме формируется состояние недостаточности витамина D. Основные симптомы этой недостаточности следующие. Первое. У детей развивается рахит, отмечается нарушение формирования костной ткани, развивается искривление конечностей, деформация черепа. У взрослых нарушение структуры костей приводит к остеопорозу, повышенной хрупкости костей, длительному заживлению после переломов. Второе. Кожные покровы становятся тусклыми, снижается тургор кожи, появляются высыпания, очаги воспаления на коже, гныничковые элементы, грибковые поражения. Третье. Волосы теряют пышность, становятся ломкими и тонкими, хуже растут, начинают обильно выпадать. Четвертое. Отмечается слабость, сниженная работоспособность, нарушение памяти, концентрации внимания. Пятое. Становится беспокойным сон, отсутствует аппетит. Шестое. Вследствие снижения эффективности иммунитета повышается возможность заболевания различными инфекционными заболеваниями. Регистрируются часто расстройства работы кишечника и респираторные проявления. Седьмое. Отмечается нарушение синтеза хрящевой ткани и коллагена, что приводит к появлению болей в суставах и старению кожи. Восьмое. Появление эпизодов повышения температуры, познабливания, ухудшения общего состояния и плохого самочувствия. Девятое. Формирование аутоиммунных заболеваний, предрасположенность к хроническим персистирующим инфекциям, возможность развития онкопроцессов. При недостатке витамина D в организме происходят различные изменения, которые порой поначалу даже не могут связать с недостатком этого активного вещества. Так частые депрессии, даже бесплодие могут быть вследствие недостатка витамина D. Все это свидетельствует о том, что при не совсем ясных состояниях обязательно нужно проверять уровень концентрации витамина D в крови. Для того, чтобы не столкнуться с этой проблемой, следует по возможности бывать на солнце и употреблять продукты, содержащие витамин D. Какие продукты содержат витамин D? Вот пять продуктов лидеров по содержанию витамина D. 1. Морская рыба. Все виды жирной морской рыбы являются самыми активными поставщиками витамина D организму. Частое употребление рыбы приводит к тому, что не формируется недостаток этого вещества. 2. Яйца. Особенно яичный желток содержит высокой концентрации витамин D. Употребление несколько раз в неделю яиц в любом виде спасет от недостатка витамина D. 3. Молочные продукты поставляют не только витамин D, но и кальций, что обеспечивает хорошую прочность сухожилий, хрящей и костей. 4. Грибы на солнце синтезируют витамин D, поэтому употребление их поволняет запасы этого катализатора в организме. 5. Злаки содержат витамин D, поэтому каша на завтрак очень полезна во всех отношениях. Не надо забывать, что витамин D усваивается и начинает работать только в присутствии жиров, поэтому если в продукте не хватает собственной жирности, нужно добавить немного масла, например, в кашу. Не забывайте, что питание определяет самочувствие, поэтому старайтесь правильно питаться.